безопасности. Государственную делегацию Республики Абхазия и министра иностранных дел России у входа в резиденцию встречал руководитель Грузии Эдуард Шеварнадзе. Сразу же по прибытии начались переговоры президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе с президентом Абхазии Владиславом Ардзенба, которые проходили один на один при закрытых дверях. Они продолжались более трех часов. В это время министр иностранных дел России Евгений Примаков дал короткое интервью. По указанию президента Бориса Николаевича Ельцина со мной вместе прилетел сюда лидер Абхазии Владислав Григорьевич Ардзенба. Это его первый приезд в Тбилиси. Я считаю, что это большое уже само по себе достижение на пути к урегулированию. Сейчас будут идти переговоры. Я специально ушел, потому что пускай один на один переговорят президент Шеварнадзе и Владислав Григорьевич Ардзенба. В столице Грузии давно не помнили такого повышенного интереса журналистов к происходящему. Это и понятно. Во второй половине дня министр иностранных дел Российской Федерации Евгений Примаков провел переговоры с Эдуардом Шеварнадзе, а затем с абхазской делегацией. Как и прежде, переговоры проходили при закрытых дверях и проходили без перерива. Попытки представителей прессы получить хоть какую-либо информацию в течение шести часов заканчивались без результата. Но все ждали сенсации. В 19 часов вновь один на один сели за стол переговоров президенты Грузии и Абхазии. Спустя два часа переговоры продолжились в расширенном составе. Ближе к полуночи Эдуард Шеварнадзе и Владислав Ардзенба вышли к журналистам. Мы еще не закончили. Сейчас продолжим. И завтра утром, наверное, подпишем заявление. Согласованное заявление. Заявление, естественно, во всем нельзя указать. Есть вещи, о которых мы вели разговор сегодня. Я считаю, что это событие большое. Именно такой тяжелый для наших народов день. Приезд Владислава Григорьевича от величия. И наш откровенный, совершенно откровенный, честный и хороший разговор. Я могу добавить, что хотя наш приезд произошел чрезвычайно важный и ответственный день, тяжелый день нашей истории, но тем не менее мы прибыли сюда для того, чтобы положить конец этой конфронтации и найти пути к взаимопониманию. И с этой точки зрения те беседы и те переговоры, которые состоялись, вселяют здесь определенный оптимизм. Какие предварительные итоги? Интересная деталь. В течение дня все попытки представителей так называемого правительства Абхазской автономной республики в Тбилиси попасть в резиденцию, где шли переговоры, жестко пресекались представителями службы безопасности. Сегодня в 10 часов утра после короткой беседы Эдуардом Шаванадзе с Владиславом Ардзенба в неофициальной обстановке состоялась церемония подписания совместного заявления. В присутствии министра иностранных дел Российской Федерации Евгения Примакова главы двух республик поставили свои подписи под текстом заявления. В соответствии с ним стороны приняли на себя обязательство не прибегать к оружию для решения, разделяющих их противоречий ни при каких условиях.